Так, прошло полтора часа где-то или час как я вам показывал, как я разводил вермичай. Здесь вот эти банки стоят и смотрим что здесь у нас получилось. Получилась вот такая вот жидкость, как видим, по сравнению с доской. Вот как доска старая, вот такого цвета жидкость. Вот там небольшой остаток. Нужно отсюда исходить и знать какие фильтрующие свойства имеет готовый высококачественный вермикомпост. Я думаю, что вы в качестве теперь не сомневаетесь, поскольку более чем за полгода здесь это все несколько раз было съедено, пропущено и даже не одним поколением дендробенов. Но посчитать я пока не посчитал. Вот сейчас ходил, менял резину на зимнюю нашипованную и вот за это время тут как раз все и отстоялось. И впервые за 20 лет ко мне была предъявлена претензия. Сейчас только что приходила женщина, даже больше чем за 20 лет. Я здесь оставил открытым. Вот ведро мусорное, которое крышку не закрыл и ушел на час. Несмотря на то, что здесь стоят вермифабрики у меня эти, уже более 20 лет, люди сразу определили запах от этого ведра открытого. Хотя оно тут всего-то простояло час и в принципе я его даже ополоснул немножко вермичаем. Но должен сказать, что запашец от него есть все-таки, поскольку не слишком тщательно отмыл. Так что мы сразу оценили сегодня несколько качеств вермикомпоста. Его дезодорирующие свойства, поскольку в вермифабриках пока оно полито и залито, не дает запаха. Стоит только оставить вот на час ведро и сразу же появляется запах. А вот женщина без меня тут приходила, я вот так все и оставлял, и она думала, что это все от моих вот этих коробок. Я ей дал понюхать коробки, она убедилась, что из коробок не пахнет. Но ведро я уже ей не стал давать нюхать. Просто признался, в чем здесь дело. Показал ей всю обстановку, все рассказал, ну и конфликт был исчерпан. А пока я ходил за машиной, она уже сбегала на четвертый этаж к моей жене. Жена сказала, что это, наверное, от тех червей, которые Виктор 9 числа привез. Ну и отсюда вся эта демагогия пошла. Вот такие вот дела. Имейте ввиду, что мусорное ведро, которое стоит на кухне, воняет больше, чем вермифабрика, которая 20 лет стоит в подвале и даже вот в мешке в открытом или в ящике в открытом запаха все равно нет, поскольку сразу же полито верми чаем. Ну а ведро я просто ополоснул, как следует верми чаем не помыл. Обычно, если хорошо помоешь его, сразу же тоже запаха нет. Вот такие дела.